Привет всем хлебам, которые пришли сюда за солью. Я Майк, а это значит, что следующие несколько минут своей жизни вы потратите на просмотр третьего выпуска Майкс Ревью. Сегодняшний выпуск не будет обычным сеансом капрофилии, так как сегодня я расскажу об игре, которая мне понравилась и которую я считаю лучшей в своем жанре. И имя сегодняшнему кусочку игрового счастья и наслаждения прямиком из 2003 года Street Legal Racing Redline. Хотя все, что осталось от 2003 года, это сам движок игры и сама игра. Сегодня то, что вы видите на экране, это модификация к ней, потому как оригинальную игру показывает смысла ноль. Слишком уже много ванамаса в комментариях разведется. Я уже догадываюсь, что некоторые начинают орать прямо сейчас. Дескать, что это за ебаный Майнкрафт происходит на экране? Но нет, люди, не утруждайте себя и все-таки досмотрите это до конца, ибо это одна из тех игр, в которых графика не решает. Хотелось бы все-таки пояснить, почему я взял именно модификацию. Во-первых, в оригинальной игре довольно мало автомобилей, и она не столь интересна. Во-вторых, оригинальная игра не поддерживает разрешение моего монитора, а поэтому сей видеоролик выглядел бы чересчур убежищная. Не находите ли товарищей? И думаю, я не беспричинно надеюсь на то, что все-таки среди смотрящих сейчас этот ролик найдутся люди, которые еще помнят этот шедевр и хоть в чем-то согласятся со мной. Лично я считаю эту игру лучшей в своем жанре, и я не хочу причислять ее к аркадам или симуляторам, так как каждый может настроить ее под себя. Да-да, есть такая возможность. А вот тут придется немножко уточнить, чтобы ни у кого не вызвать локальный разрыв задницы. Так вот, я сам люблю серию NFS и Underground. Моя любимая игра, скажем так, но, скажу честно, SLR все-таки намного лучше и превосходит ее по многим параметрам. Тут уж я, наверное, уже перестану бессмысленно трандеть и все-таки начнем разговаривать о самой игре. Сразу же нужно сказать о главном минусе, который, по идее, должен был быть плюсом. Так вот, сами гонки в игре просто убежечные и абсолютно неинтересные. Единственное, что интересно, это гараж и поездки по городу. Ну и тестовый трек, естественно. И тут, я думаю, вы сильно удивились, потому как какого действительно хрена в рейсинговой игре гонки это не главное, и тем более они убежечные. Но нет, тут уж все-таки главный гараж, потому как где вы видели еще игру, в которой вы можете собрать машину из мельчайших деталей и практически с нуля. Сотни деталей, тысячи комбинаций, из всего этого можете собрать машину своей мечты. Правда, это не гарантирует вам то, что она вообще поедет. Может кто и забыл, но все-таки в этом мире еще есть игры, в котором вам никто на каждом шагу не подсказывает, что нужно делать. Так вот, выбор лежит полностью на вас. Или остаться в гараже и часами переделать свою машину, перекрашивать ее, собирать движок из новых деталей и надеяться на то, что этот кусок железа все-таки сдвинется с места. Или выехать в город, покататься, погонять от ментов. Да, тут такое есть. Но вот машину повреждать я вам не советую. Ну или все-таки выбрать третий путь и поехать все-таки на гонки. Хотя второе с ментами, трэшем, угаром и садами мертвых шлюх мне нравится намного больше. Немного по поводу повреждений. Даже через 9 лет после выхода игры, любая современная игра, всякие NFS и прочие, с легкостью соснут у Street Legal Racing Redline 2003 года. Потому как повреждения здесь наилучшие из того, что я видел за эти года. Например, если вы банально врежетесь на скорости 30 км в час бочины в какой-нибудь отбойник, то нет, конечно, у вас не разлетится машина к чертой матери, и вы не загоритесь и не вылетите через лобовой, как во флетауте. Но корпус-то погнется. А если у вас все-таки хватит ума разогнаться до 200-300 и впилиться в лобовую, то скажите прощай двигателю, так как у него могут вырасти крылья, и он не захочет больше пребывать в вашем хорошем обществе. И вот что еще. Мало того, что игра отлично совместима с компьютерным рулем, то есть если у вас нет денег на нормальную машину, то вы можете покататься и здесь, вам должно понравиться, то она рассчитана на любую расу и на любой возраст. Потому как если вы горожий парень из Кауказа, то вам и здесь найдется место, так как вы можете на любом мододительском сайте скачать сюда свою любимую тольяттинскую Lada Priora и затюнить ее, как вам только захочется. Понизить подвеску до максимального уровня или нарисовать любимые, красивейшие и отлично смотрящиеся издалека винилы Кауказ или 228FBR. И даже если вы малолетний школьник лет 12 и вам нравятся все новые игры с хорошей графикой и вы думаете, что в Animas Number One, вам и здесь найдется место. Вы можете нарисовать на машине свою любимую баночку Ягуара или разукрасить в яркие цвета, дабы долбоеба была заметна издалека. Впрочем, и для знающих людей это будет довольно интересный проект и вам будет очень интересно, к примеру, несколько часов сидеть и собирать какой-нибудь гребаный движок для своей новой машинки. Открою одну маленькую тайну. Здесь намного прикольнее покупать машину на свалке, нежели покупать новую, так как если вы возьмете какое-то раздолбанное корыто, то это будет намного интереснее. Вам нужно будет еще и починить этот кусок дерьма и заставить его ездить, что, кстати, не факт. Тут уж мое эфирное время подходит к концу и хотелось бы сказать о главной особенности игры. Тут вы не увидите такого. Вам не будет казаться, что машина ваша какая-нибудь игрушечная, потому как каждая деталь работает как нужно. Двигатель работает, трансмиссия срабатывает и это нужно не только для того, чтобы... в случае чего ваши детали поразлетали в сторону, а двигатель улетел на своих широких крыльях. Это нужно для того, чтобы вы хорошо себя осознавали в игре. Я думаю, это последний продукт, который делался для людей, а не для денег. Потому как все, что ишло дальше во всей игровой индустрии, по большей части создавалось ради наживы. Но все-таки я рад тому, что до сих пор существуют игры с душой и они не заброшены. Ну и пора прощаться. Следующий выпуск будет по Call of Duty Black Ops 2. Я еще не знаю, какое мнение у меня будет по этой игре, но все-таки ждите. Итак, это был третий выпуск Майкс Ревью. Я всем советую Street Lego Racing Redline. Ссылочка на игру в описании. С вами был Майк. Всем пока, до новых встреч. Но я же негр, мне же можно.